Вместе с Ходорковским в Берлине на конференции выступят общественные деятели, эксперты и журналисты, которые все сходятся в одном. Российское общество не представлено российской властью. Что мне еще следует сказать? То, что чуть-чуть присутствуете здесь, а не 12 лет проводите в Мирсарк. 20 лет. Дело Ивана Голунова продемонстрировало этим летом, что выходить на улицу, вступаться за своих и требовать справедливого суда – отнюдь не бессмысленное занятие. Этим летом мы наблюдали не только какие-то ужасы, которые происходили в Москве, московское дело, но были позитивные вещи. Например, освобождение Вани Голуновой, подбили коллеги-журналисты. Потом в начале сентября наконец состоялся обмен между Россией и Украиной заключенными. Как вам кажется, вы, ваша организация, подобные вам организации, помогли тому, чтобы этот обмен наконец состоялся? Вы знаете, около российского посольства вчера, и вообще каждый четверг последние пять лет, стоит немецкий мужчина Роланд, сейчас я пытаюсь найти его в фейсбуке, нашла Роланд Венглинг. И вчера он впервые вышел с требованием освободить фигурантов московского дела. Пять лет назад он стоял с требованием освободить участников болотного дела, потом он стоял с требованием освободить Сенцова и украинских пленных, сейчас он стоит с фигурантами московского дела. Это помогает кого-то освободить? Вот я серьезно, я думаю, что да. Я думаю, что любое движение любого частного человека, как это было в деле Ивана Белунова, оно помогает. Конечно, нет никаких иллюзий по поводу того, что вышло гражданское общество, и стены рухнули, Иван вышел там на свободу. Иллюзий-то нет. Стыдно не поддержать обмен пленными. Все понимают, все говорят, что это пленные. Да это тоже работает. А вот должен ли Запад вмешиваться в дела России? Вопрос, который часто задают организаторам подобных конференций, которые проводятся не в России. Если мы говорим про поддержку именно политической оппозиции со стороны официальных лиц западных стран, то здесь мы должны очень точно разделить два вопроса. Первая история – это поддержка нашей политической деятельности. Участие официальных лиц зарубежных стран было бы скорее вредно. И я рад, что этого не происходит. Вторая ситуация – это тогда, когда по отношению к представителям российской оппозиции применяются меры, явно нарушающие права человека. И здесь те международные партнеры, которые взаимодействуют с нашим правительством, на мой взгляд, должны занимать некую позицию. Потому что нарушение прав человека – это некая характеристика личности и характеристика того, насколько с этой личностью вообще можно иметь дела. И в этом отношении я опять же рад, что во всяком случае многие представители немецкого правительства не стесняются высказывать Владимиру Путину то, что они считают по поводу нарушения прав человека в России. При этом, да, мы знаем, так сказать, бывших немецких политиков, которые говорят о Путине как о демократии чистой воды, но это пускай остается на их совести. Не можете жить без новостей? Мы тоже. Давайте узнавать их вместе. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok